Любить родиму, угодно нести службу и быть прикладом для молоди. Ориентиром, взятым на початку военной карьеры Владимир Акимов, у минулого начальника Гродинского пограничного отрада, гоноровый пограничник Республики Беларусь, человек в годах Гродинщины и ветеран войны в Афганистане николи не здраживает. Уластным и профессийным опытом, жизневыми принципами он охотно делится на встречах с молодыми. Черговая отбылась уродная для полковника Гродинской пограничной группы. Вольга Пелянчук так само поприсутничала. Неводный советский пограничник не трапил у Полонда Душманов. С такого факта Владимир Акимов подшиная размову со служащими Гродинской пограничной группы. Полковник Светшись, интернациональный обовязок ускладенный краиной, а ховники мяжи выконывали сумленно и с гонором. Владимир Акимов на войну трапил молодым капитаном на туркменско-афганскую мяжу. Надо было мне уезжать, так, пять утра. Зашел, дети мои спят. Сыну 9 лет, старшему младшему 2. Я их поцеловал и поехал. Я был назначен комендантом, так сказать, Куфабской долины. Там находились у нас пять подразделений, ну, типа пограничных застав, которые перекрывали ущелья, не шли службу. Боевые группы с минометами на БМП, зачистки, ликвидация бандформированию. Расповед боевого офицера молодое поколение пограничников принимает не только, как досвеченный опыт, а и как открытие. Служащие терминовой службы Эльдар, такие факты про необъявленную войну я еще не чу. На войне я в Афганистане могу судить только по книжкам и кинофильмам, которые я смотрел ранее. Ну, также в нашей части тоже показывают очень много разной информации. Как-то в школе я прочитал книжку Светлана Алексеевича, нашего Нобелевского лауреата, и она меня очень впечатлила. На войне у Владимира Акимову пришлось убачить и боязливость, и храбрость, и смерть. Служба у Афганистана изменила молодого капитана раз и назовжды. Але и многому навучила, потому что потом спотребилась у мирным житей и дальнейшей войсковой службе. И так, можно сказать, кожные с 55 воинов-интернационалистов, которые служили у Гродинской погрангруппе у разные часы, и каждый из больше, как 2000 ветеранов войны у Афганистане, которые сейчас проживаются на Гродинщине.